Очередное оперативное совещание в ЦУРе началось с обсуждения встречи ради Хабирова с Владимиром Путиным. Глава Башкирии доложил президенту о развитии республики. Часть общения прошла в закрытом формате, но Хабиров приподнял завесу тайны и рассказал, о чем же они говорили. Эти вопросы касались, конечно, развития нашей республики. Прежде всего, это проекты, связанные с госпиталем, клиническим господином ветеранов войн. Дальше мы обсудили вопрос о строительстве лидерской общеобразовательной школы. Я сказал, что у нас есть хороший проект, и мы готовы быстро стартовать. Это наше преимущество, его надо использовать. А после чиновники перешли к теме спорта. В республике должны построить пять физкультурно-оздоровительных центров по программе «Бизнес-спринт». Два из них уже готовы. Третий ФОК в Уфе будет сдан уже до конца года, пообещал мэр столицы. После перешли к обсуждению менее приятных тем. Хабиров признался, что очень недоволен подготовкой городов и районов к летнему сезону. Я недоволен чистотой ваших городов. Ни одного города не могу назвать. Я просил, Алан Викторович, вас просил, Ирина Александровна, вас просил, чтобы в каждом муниципалитете полевомоечная машина была, хотя бы одна, хотя бы райцентр. Значит, что мне докладывают? Это поручение не исполнено. Почему? Потому что в четырех муниципальных образованиях республики отсутствует полевомоечная машина. Называю. Альшиевский, Зилаевский, Краснокамский и Нуримановский районы. Причем тут указанным районом из бюджета республики выделялись бюджетные средства на закупку коммунальной техники 22-23 года. Несмотря на потребность полевомоечной техники, контракты на ее поставку не заключались. Почему? На этот вопрос дать быстрый ответ чиновники не смогли, но пообещали разобраться с ситуацией. Ради Хабиров же тем временем сказал, что главам районов должно быть стыдно и продолжил отчитывать их за неготовность к лету. Коллеги, я же так это не шутка, это все говорю, это ваша обязанность. Значит, Алан Викторович, вот заберите, пожалуйста, все данные, которые есть и проведите вот ВКС режим. Расчет готовности и так далее. Отправьте туда ваших специалистов, замов, полмов, пусть проедут по городу, проведут совещание, может помощь методическая нужна. Но я не знаю, чем там учить, как улицы выбирать, что ли. На этом тема чистоты не закончилась. Досталось и чиновникам из столицы Башкирии. Уфе выделили деньги на ремонт дороги Уфа-Аэропорт, но пока ее состояние не устраивает главу. Все по той же причине – неготовность к лету. Дорога Уфа-Аэропорт – это въездные ворота. Она должна быть вылезана по обочинам, внутри, разделительные барьеры, проспект Салатвилаева. Не хватит слов перечислить, сколько мы денег выделяем на это. Так вы делаете, содержаете. Они же все находятся у кого-то под содержанием. Деньги мы регулярно платим, значит, должно чиститься, выбираться. Пока эти дороги в ненормативном состоянии. Однако после Хабиров сменил гнев на милость. И похвалил мэрию Уфы. В частности, за работы по озеленению и благоустройству города. Вот, Ратмир Афилович, я не знаю, как вы там договоритесь с жителями. Даже старые деревья рубите. Это я понимаю, что каждый раз скандал. Но, тем не менее, правильно. Старые поднившие деревья убирать. Но тут же сажать, соответственно, крупномеры. И тогда все в порядке. И люди понимают, что здесь не просто идет вырубка какая-то. По словам Хабирова, ежегодно необходимо высаживать столько деревьев, сколько погибло. На месте одного больного или срубленного дерева нужно высадить новое. А лучше сразу два. А последней темой обсуждения снова стала стихия. Вот наша жизнь, уважаемые коллеги, такая. Сейчас боремся с паводками, так и страдаем от них. А уже готовимся к пожарам. Вот такой у нас климат, такая земля, к счастью. Я полагаю, что гидрометцентр подтвердит. Но по многим показателям, аналитическим обзорам и прогнозным обзорам, у нас предстоит очень жаркое лето. И, соответственно, будем гореть. Поэтому надо быть готовым. Причем, к пожароопасному сезону нужно готовиться не только экстренным службам, заявил Хабиров. Следить за ситуацией и вовремя тушить пожары, конечно, нужно. Но также стоит поработать и с их предотвращением. Вот по человеческому фактору, сколько было привлечено к ответственности, каким видом ответственности. Вот нам надо изучить, Константин Борисович. У нас там, значит, санкции серьезные или несерьезные. Человек там 100 гектаров леса сжег, а ему там штраф, может, тысячу рублей дают и так далее. Вот это все посмотреть надо. И вот то, что касается человеческого фактора, нам понять, ладно?